Свобода, волюнтаризм, демократия. Приветствую тебя, мой юный друг. Говорю тебе привет, давно не виделись. И это видео. Здесь, в этом видео будет про фикс прайс и не только. Поэтому... Что поэтому? Поэтому вот, полный рюкзак, барахла. Как же не хочется все это делать-то. Потому что тут много всякого, которое к фикс прайсу-то не особо имеет отношения. Ну давай, короче, сначала фикс прайс, потом, может, все остальное. Или как? Я даже не знаю. Ну давай, короче, фикс прайс. Значит, фэри 100 рублей. 100 рублей за такую бутылку это немного. Но в магните фэри стоит дороже. Но там большой выбор. Я бы, пожалуй, попробовал гранатовый. Очень приятно пахнет. Еще какой-то вот, не помню какой. Но в фикс прайсе выбор небольшой. Только лимонный. И мне без разницы. Потому что это я купил не для посуды, а для мытья унитаза. Там не всегда нужны какие-то разъедающие стекло, средства. Знаешь, как будто чужой из фильма чужой вот так плюнул. И весь унитаз растворился. Такое не нужно. Иногда нужно просто слегка промыть, так сказать, вокруг как следы от ботинок. Да шучу я, шучу. Не вздумай такое обо мне подумать. Это у нас лента клейкая двухсторонняя на вспененной основе. Вот никто тебе больше не покажет, как я это делаю. 50 рублей. Это у меня для лонгборда я решил попробовать. Не спрашивай, что это такое. Тебе не понять. Ну грубо говоря, вот доска, на которой катаешься, и вот эту боковину у ней можно попробовать вот этой фигней за 50 рублей обклеить. Оно будет и красиво к комплиту подходит. Красненькое. Может быть придется сначала феном пройтись. Обычным домашним у меня нет другого фена. Ну, видишь, тут я тут грубо, надо аккуратненько. Может быть, видишь, как она работает. Эта фигня отклеивается. Ну, я попробую. Вот. Короче, такой ленты есть лента вот именно вот борта обклеить. Это, кстати, тебе тоже касается, если ты мать, у тебя есть сын, который любит на доске кататься. А если у тебя дочь любит на доске кататься, то я тебе вообще завидую. И, значит, что? Борта не отбиваются, меньше попадает влаги, меньше вот таких вот трещин. Их, по крайней мере, даже не видно. Можно даже продать вот это дело как-то его обклеить, если хорошенечко. Но это я, конечно, утрирую. и такая лента есть бортовая, типа, ну, бампер. Она стоит, только на Алиэкспресс она стоит рублей 300 за штучку, по-моему. То есть, две будут стоить рублей 500. Уже в 10 раз дешевле, дороже. Вот. А есть полностью, но не для досок, а для самокатов. Кстати, это для самокатов тоже можно попробовать. И выглядит красиво, и борта не отбиваешься. Опять же, его можно откатать и продать аккуратненько. Он у тебя не будет битым. Всего лишь 50 рублей. И в портинг выкинул, заменил новый. Не знаю, сколько здесь метров. 18, длина 10 метров. Должно хватить по-любому. У меня еще и на скейтборд хватит. Понимаешь, да? То есть, я рад, что купил эту хрень. Это всего лишь двухсторонняя лента. Кстати, ее можно просто как двухсторонний скотч использовать. То есть, от нее еще останется. И я еще буду юзать. Дальше, приготовьте. Сейчас буду много болтать. Потому что, я купил вот две такие батарейки. Они, к сожалению, солевые. Но, к счастью, они стоят 50 рублей. 50 рублей. У меня будет видос, у меня будет видос в стиле лайфхаки. Я расскажу фишку из 90-х, которую, как я понял, вообще никто не знает, как оживить батарейки до 70%. А может, это до 80%. По-разному. Особенно алкалайновые. И у меня есть в газовой колонке батарейки такие. Это у нас R20, считается. LR, LR, по-моему, 20, правильно. Почему тут R20, не знаю. Короче, такие батарейки, они у меня недавно сели, после 5 лет работы. Покупают для газовой колонки только Dura-Cell. И, значит, я, значит, хотел помыться, мне на работу, а колонка не работает. Что делать? Ну, я их, конечно, восстановил, батарейки эти. Но на это ушло время. То есть, я там их оставил на день, то есть, ну, не на день, сколько-то часов. А помыться я не мог. Колонку зажечь нечем. И вот, на такой случай, если те батарейки вот так же внезапно кончатся, я могу всегда вот так вот достать вот эти вот солевые, флекс, уж там на неделю хватит точно. настоящие дюрасел, вот такие вот. У нас в магазинах их нет, поэтому я их не купил. Опять же, опять же, видишь, они нужны для чего. Пока я не найду дюрасел где-нибудь. Может, на зоне куплю, не знаю. У нас в городе не продают. У нас такой город, Усть-Жопенск, здесь хренчу купишь. И, значит, те батарейки, которые у меня опять там через какое-то время сядут в газовые колонки, газового нагревателя, правильно, я их пока они будут снова, пока я буду снова восстанавливать, я вот эти вот батарейки смогу поставить быстренько там помыться, там пользоваться спокойно колонкой и потом вернуть обратно дюрасел на место, а эти обратно сложить аккуратненько в этот чехольчик и пусть они лежат и ждут следующего своего часа. Я не знаю, надолго хватит. Мне кажется, надолго. Хоть они и солевые, но хватит на какое-то время. думайся только, минимум 10 раз дешевле стоят вот эти, чем юросел. А покупать всякий энергайзер и JP увидел не купи, это уж тем более нет смысла. Там почти 500 рублей, почти 400 рублей, но ты сильно экономишь, теряя в качестве. То есть ты, вернее, не сильно экономишь, но сильно теряешь в качестве. Оно того, наверное, не стоит. Дай-ка перезапустим. И вновь продолжается поиск. Это у нас ароматический набор почули. Как говорится, если почули, что то надо рвать когти. И я ее не смог. У меня в одной руке была корзинка. Я не настолько крутой блогер. Я не умею одной рукой делать все так же, как двумя. И мне не удалось ее понюхать. Но мне показалось, что пахнет интересно. Я покупал такой же розовый. Не знаю, был у меня обзор или нет. Такой же снадписью роза. Пахнет более-менее неплохо. Расход больше месяца еще не кончилось. Больше месяца как минимум больше месяца. Вот эти палочки вставляешь и они через какое-то время начинают сильно пахнуть. Вокруг начинают... Это удивительное средство, которое действительно работает лучше всяких автоматических дезодорантов. Ароматизаторов стоит 50 рублей. 100 рублей. И это прямо вообще находка для меня. Оно значит, вот уже пахнет. Я брал с запахом розы. Заметь, не аромат, а с запахом розы. Все-таки это несложно назвать ароматом. Розой пахнет более-менее похоже. Я где-то читал, что если возле кровати пахнет розами, то лучше засыпаешь и сон крепче. Соответственно, мне так понравилась идея вот этих штук. Раньше они стояли, просто не потому что это такое, что с ним делать. И как ее заценить, прежде чем купить. Теперь это вещь классная. И эту я поставлю, наверное, в туалете. Может быть, еще одну со следующей зарплаты куплю, поставлю в коридоре. И может быть, одну такую где-нибудь на кухне. Но на кухне где-нибудь ближе к потолку. Чтобы не отвлекало. Чтобы такое было непонятно откуда-то. Жаль, мало хороших ароматов. Посмотреть бы, где еще продают такие штуки. Было бы круто. Мне кажется, сюда если просто налить тупо духи, наверное, такого эффекта не будет. кажется, тут какой-то такая штуковина у нас есть. Эту я уже брал подобную. Брал в галимарте. Стоила она рублей где-то 200. И мне она очень даже нравится. Вполне. Так, тут маленькие батарейки. У меня даже где-то есть такие. заставляю тебя ждать. Так, сейчас посмотрим. Значит, смотри, здесь что мне очень нравится. Здесь крепление для на гвозд можно повесить, на магниты. Причем магниты довольно серьезные. ну, по крайней мере, они эту всю конструкцию держат. И здесь есть такая штука можно просто на двухсторонний скотч, а можно сделать вот эту штуку приклеиваешь на двухсторонний скотч. Это куда-нибудь к чему-нибудь деревянному. и потом туда вот эту штуку раз и все. А когда не надо, ты ее снимаешь. там батарейки заменить, допустим. Покупал я такую, не знаю, где-то год назад, батарейки пока не менял. Но она у меня ломалась. Там очень худое крепление внутри. Я ее открывал и там перепаивал. Вот. Очень тонкие провода внутри, очень плохо все там ненадежно и от того, что ты нажимаешь туда-сюда, она постепенно выходит из строя. Но это вроде более надежно выглядит. Хотелось конечно беленькую такую, ну ладно. Вот. Это как-то понадежнее мне кажется. Та какая-то расхрябанная у меня была. Но там у меня есть, она у меня стоит возле кровати. Я ее включаю, посмотреть сколько время, там или перед тем как лечь спать и там книжку иногда почитаешь перед тем как лечь спать чтобы лучше уснуть. В общем хорошая хрень. Ты вот так поставить освещала. Так. Это у нас идет значит апельсин шоколад. Не знаю почему апельсин шоколад. Можно было просто апельсин. кто-то в комментах напишет про шоколад я знаю. Ну пахнет как будто все облил. Да блин. Не знаю. Как будто вообще ничем не пахнет. Очень слабый аромат. Еле слышно апельсин. Шоколад вообще не слышно. Я эту хренатень заливаю обычно ну в общем у меня стоит что-то в этом роде вот и в туалете я туда заливаю и оно стоит и немножко отдает арма такое что-то понятно да я же понятно объясняю в кадр не смотрю как оно все плохо дешевая хрень аэр фишн фишнер он пахнет вот этот пахнет более-менее остальные все пахнут сортиром ну таким знаешь сортирным ароматизатором и как-то не знаю пошло как-то пахнет ну то есть знаешь как в каком-то офисе заходишь в сортир где вот это все пропердели и замаскировали каким-то вот таким вот знаешь и вот оно как-то ну неприятно и это тоже такой какой-то не очень но 100 рублей решают цена решает самые хорошие не помню как называются аэрфреш по-моему нет аэрвик аэрвик самые вкусные ароматы но они очень дорогие кстати при этом дальше здесь такой нож вот он я им уже пользуюсь не знаю был обзор или нет великолепный нож тут все нарисовано просто просто волшебная вещь нажимаешь складываешь он складной на поясе можно носить на поясе я его носил на работу пару раз вот это лезвие вот так нажимаешь вытащил повернул поставил затупилось снова повернул и такое лезвие легче поточить чем лезвие с обычных таких ножей для бумаги и здесь еще набор идет из таких железовий здесь их не знаю сколько тут их 5 штук 5 штук и запасных наверное 5 штук плюс вот это хватает если постоянно пользоваться то хватает не на очень долго ну просто вот он начинает что-то вот он чуть-чуть хуже режет чем хотелось бы я просто сразу лезвие меняю и все плевал как-то так то есть не жалею 100 рублей за такую вещь это просто подарок обязательно обязательно рекомендую к покупке и думаю он у меня будет обязательно в товары фикс прайс года в первую тройку точнее далее шторы для ванны две штуки черная и белая самые лучшие шторы для ванны цена качество просто из рекорда гимнаса практически это только фикс прайс больше нигде ни в каком големарке нигде больше белая значит это у меня будет сейчас покажу вот зеленая здесь у меня на диване просто я немножко неуважительно отношусь к дивану хоть я и профессиональный водитель дивана но я немножко немножко непрофессионально к нему отношусь поэтому я положил на него вот эту штору вот и мне не жалко ее пачкать она стоит 200 рублей она легко стирается если что есть ванишь в стиралку добавляешь ванишь и все отстирывается все классно и не жалко и выглядит вполне круто и кстати у той шоу у той шторы вот этой зеленой на нее тоже был обзор у меня и я не показал очень важную вещь вот не знаю здесь есть или нет такое по-моему нету 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 ну и ладно короче вот у этой зеленой штор они вот немножко разные бывают с рисунком бывает ткань хорошая бывает ткань не очень хорошая здесь вот ткань такая интересная просто если тебе надо что-то с тканью сделать то вот прекрасно можно так сказать здесь смотри-ка вот какое-то уплотнение идет да вот она какая-то плотненькая вот и у такой вот зеленый штор например здесь вшиты вот здесь на краях на краях вшиты магниты такие знаешь мягкие легкие магниты это чтобы ванной ну то есть она приклеилась к ванной это так круто я вообще просто не думал что такое может кому-то в голову прийти и такая идея решение стоит копейки но это так круто то есть за это можно сразу накидывать на цену деньжат кстати здесь у зеленой также вот эти вот здесь такие просто дырочки у белой а вот зеленой вот целины вот такие вот колечки железные то есть зеленая она вообще офигенная стоит 200 рублей все то есть надо как-то смотреть вот это качество мне так не очень нравится потому что здесь просто прошиты но мне это не важно это у меня будет штора я буду использовать в качестве фона и 200 рублей это вообще не деньги 200 рублей наверное метр стоит такой магазин просто ткани вот фон это ну что-то показать у меня же канал это обзор покупок и возможно будет покупка обуви да растянул ее свет поставил и хорошо показал на себе обувь черный тоже наверное можно использовать как фон сейчас буду внимательнее смотреть не совершить прошлых ошибок мне кажется она точно такая же да она точно такая же как белая то есть здесь просто вышитая абсолютно черная никакого рисунка нет сколько у меня этих хреновин так и магнитов магнитов тоже нет есть такая ткань очень интересная можно кстати использовать для куртки какая-то плащевка что-то порвалось использовать в качестве донора 200 рублей это не те деньги которые залезли в общем у меня была штора серая такая очень красивая и я повесил у меня эти самые две шторы висят в спальне там их две как бы вот идут такие две рейки на одной вешается тюль на другую штора это такая древняя бредовая традиция и я серую повесил но мне все равно фонари освещают всю квартиру две шторы висят и фонари все равно пробивают я думаю вот еще черную повесить туда черную черная вот она прям хорошо держит мне кажется через черную не будет так проявлять фонари и можно будет спать в полной темноте ночи что мне нравится так ну что еще как всегда бетона не молоко шоколадное овсяное очень мне нравится это в прошлый раз куплено обрати внимание как его месяц полумесяц видишь поза ожидания луны я туда просверлил дырку и засунул гирлянды вот такие обычные и теперь он светится гирлянды тоже полтинник стоит ну шнур короткий правда ну все пофиг так в другом магазине 220 вольт еще купил такую штуку это я буду часы полировать она стоит 40 рублей быту хозяйстве нужна всегда маленькая у меня есть большие я буду часы полировать чтобы этот стекло не выскочило мало ли чего так можно зажать полирнул немножко такой такой вот там же в этом же магазине купил камень для выпечки в моем возрасте камни не приходят а выходят но тут другой случай я его прям купил здесь покупается вот такая вот ваза и видно мне нет и здесь вешаются всякие шашлыки огонь там не знаю короче а вот вставляешь такую хрень в эту вазу здесь как для тандыра что же для выпечки камень для выпечки специальное приготовление в тандырах да лепешки вот лепешки наклеиваешь у меня этого нет я буду в духовке пробовать вот если интересно просто напиши спроси я комменты читаю оповещение приходит что кто-то комментировать я сразу тебе напишу как получилось не получилось вот а может под видео будет написано ну я конечно же мне не терпится я сегодня постараюсь камень испытать просто сделаю тесто блин не купил муку дебил просто сделаю тесто за мукой надо придется сделать мало вроде муки тут много не надо и сделать куритер может даже пиццу кстати можно пиццу попробовать сделать и посмотрим как она пропечется нет что будет вообще интересно 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 также что будет если положить тесто и сверху еще хреновин и надо еще прочитать здесь как и пользоваться надо их смазывать не допускается прогревание влажного камня ну вот это вот в общем все эту тему надо прочесть интересно ставь на паузу читай протрите протрите влажной тканью ну вот короче прогрейте камень в течение 30 минут все логично отпускать ткань можно как прогретый тендер так и во время прогревания без разницы и последнее что у меня осталось что по ценам я по-моему все сказал это 100 рублей это то что вытекла вся я купил но она вся вытекла молодец мало того что мне эти обзоры не приносят ни копейки я еще теряю если б не обозревал блин ведь купил же не для обзора а для себя все ну теперь здесь это говно короче 100 рублей 140 но это 100 рублей нож я говорил так это это 50 это 77 в гриварте по-моему 200 стоило и так на этом закончили что еще купил спортпити новое оформление дэли формула так подрезать так бы я не увидел вообще где дали форму почему нигде нет они изменили дизайн упаковки идиоты совершенно невзрачный совершенно невидимый дизайнера повесить вот прям на этом дереве чтобы он корни пустил так все запечатано вата для ушей хорошая пахнет витаминами вот понюхай самые обычные витамины и самые хорошие надежные без полосочки на этот раз жалко я сейчас на диете я пытаюсь 5 кг скинуть и в такие моменты надо поддерживать организм витаминами и еще когда много работаешь в конце года много пахал тоже обязательно витаминочки закидывать чтобы не дай бог не заболеть потому что понимаешь что больничные хренчики оплотят вот да и дорого это болеть врачей бесплатных нет все платно кровь сдать платно анализы все платно лекарства платные на прием к врачу платно если не считать терапевта на терапевт бесполезный врач поэтому можно к нему и не ходить вот поэтому и плюс еще из зарплаты тебе хренчу заплатят за больничный почему вот так вот даже приельца не такого бардака не было поэтому естественно вот это стоило 650 рублей и оно того стоит потому что реально меньше болеешь и не знаю когда закончилась запись начну сначала короче сейчас спустят коронавирус я конечно не да я шучу значит витамины дели формула они тут короче когда много работаешь пьешь чтобы не болеть потому что болеть это дорого врачей бесплатных нет медицина у нас абсолютно не бесплатная лекарства стоят дорого я последний раз болел я знаю врачей бесплатных нет бесполезно пытаться все равно тебе придется на прием к врачу идти платно анализы платные физиопроцедуры может быть бесплатные но все эти физиопроцедуры все эти лазеры там всякие там токи вернули там всякая херня это все лженаучно скорее всего магнит вот это все это точно лженаучно короче 90% всех физиопроцедур лженаучные кроме массажей всяких но тебе их не назначат потому что пошел ты в жопу короче говоря еще зарплата у тебя вычтут за то что ты болел вот особенно у молодежи такая херня так что лучше уж покупать за 650 деле формулы тем более тут 100 таблеток и получать хоть какое-то здоровье тем более я сейчас на диете я пытаюсь сбросить 5 кило и в такие моменты иммунитет падает и болеешь чаще и мерзнешь сильнее сейчас зима когда худеешь быстрее мерзнешь и вот еще взял на пробу куркумин чистый 60 таблеток написано что по одной в день не обойдешься без врача с патологонатом это тоже врач если что и они наверное специально такого цвета как куркума сколько 60 таблеток я уже сказал сколько в боковке что куркума длинный экстракт корня экстракт не менее 50 95 процентов миллиграмм куркуминоидов куркуминоиды это жители планеты куркумин с ружинностью 2 года не очень доверяю бренду би ферст но тем не менее какие-то их препараты принимал биодобавки этого бренда принимал и могу сказать что неподдельно это точно насколько качественно не скажу но неподдельно это точно я уверен что здесь тоже не подделка посмотрим не нашел никаких нормальных отзывов на тему куркумина много отзывов о куркуме люди жрут куркуму и думают что они жрут куркумин то есть они думают что это понимаешь как если сказать что чай на 99% состоит из воды напиток чай значит если я буду пить воду я буду получать чай нет чай ты будешь получать если ты будешь жрать сухой чай вот тогда ты все эти тенины кофеины все такое прочее ты получишь из чая если ты будешь пить воду ты не получишь ничего из чая вот ну как-то так понимаешь ну дурацкая аналогия но тем не менее да реально я смотрел видос чувак жрал месяц куркумин не знаю не посадил он в желудок или нет и сдал в инвитро до этого пробовать тестостерона и после и сказал что он не изменился при том что здесь вот в этой баночке эквивалент куркумы я думаю ну тут это ведрами надо считать я так не скажу тут может может быть где-то примерно вот одна такая таблетка может быть как ведро куркумы я сейчас не шучу то есть это прям экстракт корня это это очень много здесь куркумы столько куркумы не сожрать если вот эту вот дозу да одной таблетки чтобы получить столько куркумы чтобы получить дозу куркумина этого ты не сожрешь у тебя будут проблемы со здоровьем это вредно это нельзя вот поэтому все ценник показал 650 790 0700 диск 600 рублей стоит ой блин разлил эту хрень жаль так что смотришь я не прощаюсь в комментариях напиши что я дебил я про это забываю постоянно мне надо напоминать будь хорошим человеком обязательно напомни в комментариях что тебе ну короче или не важно никто не досмотрел до этого момента так что это мало revolved килограмма 1 а 2 килограмма 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 30